ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ Разворот на 180 градусов в двух важнейших вопросах американской жизни? Это своего рода средний палец, показанный вам в лицо, не так ли? Вот пара примеров. Новый глава Комитета по международным делам Майкл Маккол из Техаса на днях заявил в эфире CNN, что любому республиканцу, выступающему против передачи миллиардов долларов Украине, нужно, цитата, разъяснить, почему границы Украины намного важнее, чем наши. Смотрите. Многие участники вашей конференции, другие республиканцы, хотят прекратить финансовую поддержку Украины. Следует ли Украине беспокоиться, что поток денег из США прекратится? Нет. Нет, я думаю, у них достаточно поддержки с обеих сторон. Большинство демократов, большинство республиканцев, глава Комитета по национальной безопасности и я поддерживаем это. Нам нужно разъяснить нашим коллегам. По-моему, они не совсем понимают, что на кону. Перед последними выборами в ноябре Майкл Маккол, этот парень, говорил, нет, нам нужно провести аудит всех тех миллиардов, которые мы отправили Зеленскому и его жене. Мы не имеем понятия, на что они пошли. Сейчас он говорит, нет. Единственные, кому не нужно беспокоиться, вам нужно, вы не можете позволить себе яйца. Но Зеленскому с женой не нужно, потому что мы никогда не перестанем отправлять им миллиарды долларов. Затем он продолжил настаивать, чтобы администрация Байдена отправила на Украину танки М1. Не к нашей границе, которую за последние годы пересекли более 7 миллионов человек. Танки не для нашей границы, а для украинской. Пусть не волнуются. И, конечно, Линдси Грэм согласен. Линдси Грэм окончательно потерял самообладание во время визитов в Киев к своим настоящим избирателям. Смотрите. Мы втроем, республиканцы и демократы, разделяем одну цель. Все трое нас, и демократы, и республиканцы, мы поделяем спильную мету. Эта цель – выгнать русских с территории Украины. Для достижения этой цели украинской армии нужны танки. Я устал от этой неразберихи вокруг того, кто и когда поставит эти танки. Конечно, Германия могла бы заплатить за это, Украина находится в Европе. Но вот Линдси Грэм стоит между двумя самыми левыми членами Сената и требует, чтобы вы заплатили. Спустя год они врали вам целый год, что Украина побеждает. Теперь они признают, что Украина проигрывает, и вам нужно удвоить свои усилия. Вау, им на самом деле плевать на вас, не так ли? И чтобы подчеркнуть, насколько им плевать на вас, новый глава Комитета по финансовым услугам, республиканец из Северной Каролины Патрик МакГенри объявил, что одна из главных проблем американских финансов сегодня, вопрос, который его больше всего волнует, слишком большое количество белых мужчин в банковской сфере. Этот переизбыток белых мужчин. Очевидно, чрезвычайная ситуация. Так что конгрессмен МакГенри поручил всем шести подкомитетам взяться за борьбу с белыми. Подкомитет по страхованию и жилищному хозяйству займется, цитата, «укреплением многообразия и инклюзивности в жилищной сфере». Как насчет жилья для всех американцев? Нет, это должно быть основано на расе, говорит конгрессмен МакГенри. А в случае подкомитета по надзору, многообразие и инклюзивность были единственными конкретными объектами внимания в списке. Что это? Мы спросили. Мы обзвонили Капитолийский холм. Один человек, который в курсе принимаемых решений, сказал нам, что конгрессмен МакГенри не хочет расстраивать Максин Уотерс, высокопоставленного демократа в комитете и человека с длинной историей агрессивных высказываний в адрес белых людей. Итак, Максин Уотерс, вышедшая из тени расистка, заслуженный хейтер. Но Патрик МакГенри стремится ее умиротворить. Не вас, ее, Максин Уотерс. Почему он так старается сделать Максин Уотерс счастливой? Мы связались с офисом МакГенри и пригласили его на шоу. Конечно, он отказался. Наше предложение всегда в силе. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...